Работники газовой отрасли в эти дни принимают поздравления с профессиональным праздником. 30 августа торжественное мероприятие прошло в Донецке. Лучшим сотрудникам государственного концерна «Донбассгаз» были вручены нагрудные знаки отличия, благодарности и почетные грамоты от главы ДНР, министерств и ведомств республики. И в мирной жизни, и во время боевых действий свой профессионализм газовщики республики доказали не словом, а делом. Более двух с половиной тысяч домов, которые были разрушены, сейчас восстановлены и подано туда газ, восстановлено газоснабжение в эти дома. Построено более 80 километров газовых сетей новых. Огромный труд проделали наши люди за этот период. Много новых достижений. Профессиональный праздник – не повод забыть об обязанностях. Сегодня утром харцизские газовщики выехали на помощь коллегам в Червоногвардейский район Макеевки, где без газоснабжения в результате аварийного отключения магистрали оказался 441 дом. Оттого в актовом зале «Горгаза» сегодня было немало свободных мест. На нас с вами лежит очень серьезное ответственность, и от нас это требуется очень высокий профессионализм. Я хочу сказать, что четкое, добросовестное, ежедневное выполнение своих обязательств перед каждым потребителем на каждом объекте, вне зависимости от капризов природы, это вот те наши главные ориентиры, которые вселяют в нас уверенность и гордость за свою работу. А самое ценное, что есть на нашем предприятии, это наш коллектив. И сила его, опыте, таланте, знания. Я понимаю, что сейчас сложное время, и вы зачастую выезжаете в те участки нашей республики, где скоро идет война. Поэтому я вам хочу пожелать, пускай ангелы-хранители вас хранят, пускай ваша отрасль развивается в нашей республике, пускай вас ценят, чтобы ваши заработные платы были достойны вашего труда. Искренне вас поздравляем от всех наших жителей. Спасибо за ваше внимание. Пожелание безаварийности для газовщиков вполне можно считать профессиональным пожеланием. И в День работников газовой отрасли об этом, конечно же, не забыли. Как и отметить грамотами главы городминистрации и руководства Горгаза лучших в своей профессии представителей Харцизского управления по газоснабжению и газификации. Создать праздничную атмосферу, хоть и в рабочий, но все же в предпраздничный день, постарались местные артисты Анна Медведева и Богдан Ющишин. Хорошая новость для тех, кто по каким-то причинам не смог этим летом поступить в высшие учебные заведения республики. В сентябре планируется проведение дополнительного набора студентов в УЗДНР. Ректор Донецкого национального университета экономики и торговли Светлана Дрожина сообщила о причинах такого решения. В первую очередь это связано с ребятами военными, которые могли не успеть поступить в основной набор. И есть у нас целый ряд категорий государственных служащих, которые не смогли летом поступать, а не смогут поступить только в начале сентября. Многочисленные, хотя и не слишком настойчивые попытки президента Украины перенести дату выборов не увенчались успехом. Сегодня стало известно, что народная волеизъявление точно состоится 31 марта 2019 года. Об этом заявил один из руководителей Центра избиркома Андрей Магера. Политологи отмечают, что к избирательным участкам украинцы пойдут как раз к завершению отопительного сезона, что, безусловно, скажется на отношении электората к действующей власти, учитывая запредельные цены, сложившиеся в Украине за отопление. На Прикарпатье у бюджетников снова выросла задолженность по зарплате. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, в Рогатине педагоги вышли на дорогу. Они перекрыли государственную трассу Львов-Мукачево. Без зарплаты работники образования уже два месяца. В госбюджете не хватает более 4,5 миллиардов гривен, чтобы оплатить труд учителей. Такая же ситуация на Ивано-Франковщине сложилась и с выплатой зарплаты медикам. Им задолжали уже за три месяца работы. Часть персонала лечебных учреждений из-за этого вынуждена уезжать на заработки за границу, признаются медсёстры и врачи местной больницы. В Украину в течение первого полугодия 2018 года поступил 1,259,000,000 долларов инвестиций. 35% этой довольно скромной суммы составляют поступления из России. Такие цифры приводятся в отчёте Госслужбы статистики Украины. Уточняется, что 60% российских вливаний направлено в финансовую и страховую деятельность Украины, 10% в оптовую и розничную торговлю, 8% в промышленность, сферу информации и телекоммуникации. Вторым по уровню инвестирования в Украину традиционно выступает Кипр, в офшорах которого предпочитают хранить капиталы украинские олигархи. На третьем месте рейтинга – Нидерланды. Во время прямого эфира шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина бывший народный депутат Верховной Рады Инна Богословская и бывший министр Евгений Червоненко после обсуждения личности известного политика Виктора Медведчука перешли на личности друг друга. Богословскую возмутило заявление Червоненко, который на реплику «я на базарном языке не разговариваю» ответил экс-нардепу, что она именно так и разговаривает, особенно когда приходит за деньгами. Большой драки, впрочем, не получилось. Червоненко успел увернуться, так что удар Богословской не достиг цели, после чего участников скандала развели в стороны ведущие ток-шоу. Украинский журналист показал видео, которое снял его коллега в Николаеве 27 августа, когда туда приехал президент Порошенко. Ситуацию, которая сложилась, журналист описывает так. Он хватает рукой микрофон, силой опускает его вниз, чтобы не было слышно, и говорит «Ты выйдешь, и я тебе расскажу». Воздушная контрабанда. Львовские дельцы нелегально переправляли товары на территорию Польши и оттуда в Украину. Дело, в общем-то, обычное. Необычен транспорт, который использовали контрабандисты. Дельтаплан. Неопознанный летательный аппарат пограничники заметили ночью с помощью тепловизора и вычислили место укрытия преступников. А уже утром задержали четырех нарушителей границы. С 1 сентября на городском автобусном маршруте номер 2, которым пользуются прежде всего жители поселка Горное, на линию выйдут уже не два, а три автобуса. Соответственно, интервал между отправлениями с завтрашнего дня с 30 минут сократится до 20. Первый рейс из поселка Горное в 6 утра. Последний автобус отправляется в 19.40. Также с 1 сентября будет изменено расписание движения пригородного автобуса шестого маршрута Харциск-Покровка, следующего через Зугрес, Троицко-Харциск и Иловайск. Время отправления от остановки у магазина ШИК 6.30, прибытие в Покровку 7.35. Из поселка автобус отправляется в 7.40. В воскресенье шестерка следует по сокращенному маршруту, только до Иловайска. Первый рейс из Харциска в 6.15, последний в 13.20. В образовательных учреждениях Большого Харциска сегодня идут последние приготовления к старту учебного года. Уже завтра школьники вернутся в классы и продолжат, как образно выразился около ста лет назад, Лев Давидович Троцкий, грызть гранит науки. С 1 сентября новый учебно-тренировочный год начинается и у спортсменов. В Харциской секции бокса, к тому же, в понедельник открывается дополнительная начальная группа. Наша секция работает уже четвертый год, и до этого я работала всего лишь на полставке. У меня была всего одна учебно-тренировочная группа, по списку 8 человек, а занималось более 30. В этом году у нас планируется набор новой начальной подготовки группы и планируется набрать от 12 человек минимум, но не более 15-20. На сегодняшний день одна из главных проблем Харциской секции бокса – недостаток спортивного инвентаря. Приобрести боксерское снаряжение самостоятельно могут себе позволить далеко не все. Помочь спортсменам с экипировкой решили местные власти, которые нашли спонсоров, готовых вложить средства в поддержку бокса в Харциске. Как раз вчера, перед началом нового этапа тренировочного процесса, будущим королям ринга передали 14 пар тренировочных перчаток. В нашем городе есть много очень любителей спорта, именно бокса. Поэтому, ну, попросили не называть, кто именно по фамилиям. Хотелось бы им, конечно, сказать спасибо, потому что у нас многие виды спорта в Харциске поддерживаются, но и бокс – это, наверное, один из многочисленных. Когда ребята вот с маленького возраста приходят, и с каждым годом, я смотрю, что увлекаются, больше и больше появляются ребята, увлекающиеся боксом. Поэтому, в общем-то, эта задумка была очень давно – им помочь с приобретением данных перчаток. Ну, и открикнулись ребята из Российской Федерации, наши местные любители бокса, и решили к первому сентября вот ребятам сделать такой подарок. До этого мы работали на старом инвентаре, который я привезла с собой, еще перчатки, которых выступала я, всего было пять пар у нас, они уже пришли в негодность. А в связи с набором с понедельника у нас будут приходить новые детки, а заниматься уже не в чем. Вот, поэтому это очень такой большой подарок для нашей секции. Начиная с понедельника, тренировки у харцизских боксеров будут проводиться гораздо чаще – 12 занятий в неделю вместо обычных четырех. Воспитанники Анны Алексеенко довольно успешно выступают и на республиканских турнирах, и в составе сборной ДНР. Последние изменения в спортивной экипировке, по мнению тренера, позволит ее подопечным быстрее сделать очередной шажок к вершинам спортивного мастерства.